Здравствуйте! Сегодня мы, Зяблицев Семен и Касьян Юрьев, презентуем наш проект по созданию модуля X-ового поля для платформы Unity, который мы создали под руководством Додонова Александра Дмитриевича. Актуальность нашего проекта заключается в том, что в первую очередь сегментированные поля — это незыблемая классика настольных игр. В конце концов, кто из нас не играл в шахматы? Также они являются настоящим аспектом для компьютерных игр, и оно на самом деле может быть использовано для таких глобальных целей, как обучение искусственного интеллекта или развитие стратегического мышления у детей. Основная цель нашего проекта — разработка современной модели, актуального на данный момент, разделенного на сегменты поля, которое, собственно, может быть использовано для визуализации настольных игр и их адаптации для персональных компьютеров. Мы разбили наш проект на шесть последовательных задач. Первостепенно, конечно, было изучение самой платформы Unity и ее возможностей и особенностей. Далее мы подготовили первичные модели, нашли ассеты и подготовили текстуры. После этого мы создали непосредственно поле, состоящее из отдельных элементов, для которых сразу же подготовили дифференциацию по различным типам и характеристикам. После этого был реализован алгоритм поиска пути на базе графов и добавлен данный и реализовано перемещение посредством данного алгоритма. Собственно, подставив перед собой данные задачи, мы сразу же приступили к изучению информации по данному проекту, а впоследствии и реализации его. Особо интересно было, естественно, изучить платформу, так как она является актуальной на данный момент и используется многими игровыми разработчиками. После создания поля мы решили добавить алгоритм прохода, дающий возможность перемещаться главному герою по локации. Результатом нашей работы стало готовое для использования сегментированное поле, которое, как и было заявлено, может быть использовано для различных целей. Например, для настольных игр и их адаптации для персональных компьютеров. Ознакомиться с скриптами, использованными в нашем проекте, вы можете по данным ссылкам. Сейчас мы перешли в среду разработки, чтобы детальнее продемонстрировать вам работу нашего проекта. Собственно, вы можете наблюдать наше игровое поле, реализовано оно на 3D двигателе. Это сделано просто для удобства, больших различий с двухмерной графикой нет. Гекс, как видно, поле создано из отдельных гексов, которые дифференцированы. Дифференцированность выражается в том, что на различные типы гексов требуется различное количество очков действия. Допустим, преодолеть обычный гекс можно за 10 очков действия. Дорогу пройти проще, поэтому дорога будет проходиться за 5 очков действия. Лес, наоборот, лес пройти сложнее. А такие преграды, как вода или горы, являются непреодолимыми. Для персонажа мы можем выставить требуемое нами очков действия в его поле. Таким образом, можно создать несколько разных персонажей с разным количеством очков действия. Переходя к игре, конкретно можем продемонстрировать именно алгоритмы пути и перемещения. При выборе персонажа у нас подсвечиваются доступные гексы. Как видно, гексы с дороги подсвечиваются дальше, потому что по дороге пройти дальше. Можно дальше. Гексы с горой и лесом не подсвечиваются, потому что мы не можем их преодолеть. Гору мы не можем преодолеть, пусть это непроходимый объект. А подойдя к лесу, у нас не останется очков, чтобы пройти через лес. При выборе точки назначения у нас прокладывается путь. Это можно наглядно посмотреть на примере обхода леса по дороге. Потому что иным путем в данную точку не попасть. На данный момент мы считаем, что цели нашего проекта достигнуты. Однако, впоследствии мы все же хотели продолжить над ним работу. И даже довести его, например, до реализации полноценной игры. Уже на данном этапе мы можем придумать огромное количество различных головоломок, связанных с поисками подходящего пути, например.